Всем привет, друзья! Недавно состоялось первое в этом году заседание Совета Безопасности ООН. На нем обсуждался устав ООН, который был принят 75 лет назад. На заседание были приглашены высокопоставленные гости. Одним из таких гостей была Мэри Робинсон, председатель Старейшин. В начале нового года и нового десятилетия Старейшины четко заявили, что перед планетой стоят две угрозы ее существованию. Это ядерное распространение и климатический кризис. Реагирование на эти угрозы имеет критическое значение. Но это трудно в тот момент, когда многостороннее сотрудничество подрывается популизмом и национализмом. Проблема национализма уже всплыла в ООН в рамках обсуждения устава ООН. И говорит о ней председатель Старейшин. То есть то, о чем говорили уже не один год наши дипломаты, наконец-то было сказано председателем Старейшин. Нам также необходимо сотрудничество по мере того, как мы пытаемся снизить напряженность на Ближнем Востоке поистине. Мне кажется, что министр разных дел Ирана Жават Зариф должен был выступить. Сегодня в зале совета он должен был рассказать о роли устава ООН в поддержке международной безопасности, но ему не удалось это сделать из-за роста напряженности между Ираном и США. Ну, можно сказать из-за роста напряженности, а можно сказать из-за того, что США пренебрегают уставом ООН. Потому что это уже не первый случай, когда США не пускают чьих-либо дипломатов. В этом случае это МИД Ирана. В прошлом году они не пускали российских дипломатов. Это нарушение устава ООН и взятых на себя обязанностей. Они обязаны пускать любых дипломатов, несмотря ни на санкции, ни на что. И это весьма прискорбно. Именно в такие моменты мы должны слышать голоса всех затронутых сторон. Глава 6 устава ООН, как напомнил Герой Сектар, требует от сторон любого спора, который угрозает международной безопасности, вести переговоры или применять другие мирные средства для урегулирования конфликта. То есть теперь и она это проговорила. США нарушают устав ООН. К сожалению, Совет рассматривается многими как несоответствующие своим целям. Слишком многие члены, и не в последнюю очередь те, кто несут особую ответственность, будучи постоянными членами, используют эту площадку для того, чтобы преследовать собственные узкие интересы, вместо того, чтобы работать на решение общих проблем. Мне кажется, мы с вами только что услышали четкий и недвусмысленный сигнал Западу. Главное, чтобы Запад услышал этот сигнал. Мне еще понравилось, что ответила представительница США. Ну а что она ответила, мы посмотрим после небольшой рекламы. Raid Shadow Legends. Это пошаговая ролевая игра, выполненная по всем канонам. Сочетание колоритной графики и увлекательного геймплея дает возможность провести время с удовольствием. Играй в режиме кампании и прокачивай своих новых чемпионов. Сражайся с клановым боссом вместе с друзьями и зарабатывайте крутые предметы, чтобы сделать своих чемпионов, которых тут, к слову, более 400, еще сильнее. Вообще в игре много активности, лично мне нравится ходить на арену и меряться силами с другими игроками. А найти меня там можно вот под этим ником. Ну а теперь в нее можно играть и на ПК, причем обе версии взаимосвязаны и абсолютно бесплатны. Качайте Raid по моим ссылкам и получите 50 тысяч серебра и эпического чемпиона. Но это не все. Рейд разыгрывает 6 iPhone 11 Pro Max среди игроков, которые скачают игру до 31 января. Также они разыгрывают 2 игровых ПК и MacBook Air 13 среди самых прокачанных новичков. Все подробности конкурса, а также ссылка на игру в описании. Удачи, жду вас в рейде. На прошлой неделе США приняли оборотные военные меры против иранских угроз. Решение президента Трампа было прямой реакцией на эскалацию вооруженных нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном, ополчений на силы США и наши интересы в регионе. И вся эта операция была ничем иным, как самооборонной. А Трамп тем самым спас доверие к авторитету ООН. В течение многих лет Иран и организации в регионе, которые поддерживают Ирану, угрожают жизням американцев и способствуют разбыванию доверия к авторитету ООН. Президент Трамп четко заявил, что его величайший долг – это защита нашей нации и ее граждан. И, соответственно, будем действовать решительно при осуществлении нашего неотъемлемого права на самооборону, для того, чтобы защищать американцев, когда это необходимо, что признается и уставом. Вот так. То есть, если бы Трамп ничего не сделал, тогда бы он нарушил устав ООН. А так все нормально. Да и вообще США хочет лучшего будущего для Ирана. Именно поэтому, наверное, они там и осели на Ближнем Востоке. Заботятся о Иране. Мы хотим такого будущего. Мы хотим будущего. Мы хотим лучшего будущего и великого будущего для Ирана. Это такое будущее, которого заслуживают иранцы. Это потрясающе, друзья. Ну а теперь выступление Василия Небензи, которое я предлагаю вам вместе со мной, как обычно, посмотреть целиком. В 2020 году мы отмечаем взаимосвязанный юбилей 75-летия окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. 75 лет назад были созданы условия для формирования послевоенного мироустройства, несущей конструкцией которого стала ООН. Краеугольный камень системы международных отношений и многосторонности. В Уставе ООН заложены все принципы многосторонности. Его цели и принципы имеют статус императивных норм международного права. В Уставе прописаны такие положения, как недопустимость применения силы или угроза применения силы, необходимость мирного разрешения споров. Несоблюдение Устава не может быть ничем оправданным. Несущий ось этой конструкции – система коллективной безопасности во главе с Советом Безопасности. Хотелось бы подчеркнуть здесь слово «коллективный». Весь Устав пронизан идеей коллективизма развития дружественных отношений и сотрудничества. Кроме того, в Уставе заложен важнейший принцип суверенного равенства всех государств, как больших, так и малых. Господин председатель, процесс формирования полицентричного многополярного мира обрел необратимый характер. Не всех это устраивает. Попытки ревизионизма в отношении воплощенных в Уставе ООН принципов международного права маскируются в красивую оболочку. Наиболее ярким примером этого стала модная ныне сегодня концепция порядка, основанного на правилах. Эти правила подбираются и применяются в зависимости от потребностей. Цель концепции – подменить универсально согласованные международные правовые инструменты и механизмы узкими форматами, в которых вырабатываются альтернативные, не консенсусные решения, в обход легитимных многосторонних рамок. По сути, мы имеем дело с попытками узурпаться из-за этой ширмы процесса выработки консенсусных решений по ключевым вопросам международной повестки дня узкой группы государств. Крайне опасно то, что родители за концепцию порядка, основанного на правилах, без малейших колебаний замахиваются на исключительные прерогативы Совета безопасности. Приведем несколько примеров. После того, как не удалось провести через Совет безопасности политизированные решения, бездоказательно обвиняющие власти Сирии в применении запрещенных отравляющих веществ, за счет грубых манипуляций в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, ТЭК-секретариат ОСХО был наделен функциями по установлению виновных в применении химоружия. Это является ничем иным, как прямым вторжением прерогативы СБО. Другой пример пренебрежения полномочиями Совета безопасности – создание и в противоречии с уставом ООН так называемого независимым механизмом по расследованию в Сирии – ТРИПЛАМ. Примеров подобного ревизионизма международного права, к сожалению, с каждым днем становится все больше. За последнее время мы стали свидетелями слома разоруженческого механизма – торпедирования договора ПОПРО, выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Под угрозой находится договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 и договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сегодня мы сталкиваемся с риском демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями. Мы выступаем за недопустимость любых действий по вмешательству во внутренние дела государств в целях свержения их легитимных правительств. Выступаем против применения односторонних принудительных мер в отсутствие соответствующих резолюций Совета безопасности или в дополнение к принятым им мерам. Это подрывает компетенцию Совета в части поддержания международного мира и безопасности несовместимы с уставом и общепризнанными принципами международного права, в том числе мирного разрешения международных споров, суверенного равенства и неумешательства во внутренние дела. От извращения норм международного права и бездумного вмешательства вот уже много лет больше других страдает регион Ближнего Востока и Северной Африки. Неурегулированность Палестино-Израильского конфликта, незаконное вторжение в Ирак, непрекращающееся насилие в Агванистане, убийство лидера Ливии и разрушение страны, попытка свержения законной власти в Сирии, внесудебная расправа над официальным лицом суверенной державы в третьей стране. Вот только несколько примеров действий, оставивших раны на теле международной законности и правопорядка. Квинтэссенцией всех этих печальных событий, тенденций, стал выход Соединенных Штатов из совместного всеобъявленного плана действий по иранской ядерной программе, одобренного Советом Безопасности ООН, имеющего ключевое значение для ядерного нераспространения. В результате все нарастающей конфронтации регион, да и весь мир оказался на грани конфликта, последствия которого непредсказуемы. Мы призываем к немедленной деэскалации. Риск конфликта слишком велик, а цена слишком высока. Вынуждены напомнить еще об одном. Нарушение и неуполнение международного права и безусловных обязательств страной-хозяйкой штаб-квартиры ООН. Мы говорим об этом уже давно. Последний пример этого искусственного кризиса – отказ выдачи визы Минандил Ирана Джаваду Зарифу, который должен был принять участие именно в этом заседании. Господин председатель, Российская Федерация считает, что неукоснительное соблюдение Устава ООН – это единственно возможный способ сохранения мира. В этой связи выступаем за безальтернативность поддержания и укрепления системы международных отношений, основанной на Уставе ООН и вытекающих из него общепризнанных принципов и норм международного права. Несмотря на сложности и противоречия современного мира, ООН остается для нас и для большинства стран важнейшим системообразующим элементом международных отношений, легитимным и универсальным инструментом коллективного поиска ответов на кризисы и вызовы современности, с уникальным мандатом решения ключевых международных проблем и поддержания международного мира и законности. И мы продолжим это отстаивать. Благодарю вас. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь этим роликом с друзьями. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok